Депутаты Государственной Думы России Депутаты Государственной Думы России Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Депутаты Государственной Думы России 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 Черкеска за попытку дать взятку сотруднику органа безопасности в размере 500 тысяч рублей за прекращение проверочных мероприятий на возглавляемом им объекте. На основании материалов УФСБ России по Карачаево-Черкесии в отношении задержанного Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Готовы ли школы к новому учебному году после капитального ремонта по госпрограмме развития образования, рассчитанной на период до 2026 года, проверяла рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым. Первой на повестке была школа в ауле Кубина. Подробности у Альбины Курочиновой-Кенжевой. Школа аула Кубина славится своими выпускниками. Многие из них стали блестящими профессионалами в сфере экономики, образования, культуры, спорта, политики, юриспруденции, промышленности. Но за более полувековой возраст тут ни разу не производился капитальный ремонт. И вот благодаря программе модернизации можно уверенно сказать, школу отремонтировали с нуля. Наши дети пойдут в первый класс, можно сказать, даже в новую школу. Поэтому большое спасибо. Все красиво, четко, уютно. Детям пожелать, чтобы они хорошо учились, делили школу. Во время капитального ремонта заменили и восстановили строительные конструкции. В частности, отремонтировали фундаменты и отмостки. Также заменили кровлю, потолки, межэтажные перекрытия и полы, окна и двери, входные группы, лестницы. Меняет крыльцо и фасад. Довольны ходом текущих работ. Школа фактически на стадии завершающих работ. Рядом с нами здесь находятся тоже депутаты местного совета, родительский комитет, учителя. Мы задаем им вопросы, учитываем их мнение и работаем с подрядчиками. В целом, все присутствующие ходом работ довольны. Все идет согласно графику и с учетом пожеланий педагогического коллектива и родителей. Школа будет соответствовать полностью всем требованиям. Работы выполняются вовремя, что немаловажно. Детишки пойдут в школу 1 сентября, как заверяет подрядчик. И я ему верю, потому что по сегодняшний день то, что он говорит, он выполняет. И, значит, сам ремонт сделан добросовестно, качественно. У нас остается благоустройство территории, техника работает, люди работают. Может показаться, что осталось буквально здесь 10 нет до 1 сентября плюс-минус. Но я уверен, что к 1 сентября мы откроемся. В школе имеются столовые, спортивные и актовые залы, мастерские по дереву и металлу, учебный кабинет и библиотека, музей аула и боевой славы. В настоящее время в здании и снаружи завершаются последние штрихи. А с сентября школа распахнет свои двери для учащихся аула. В школе обучается 158 ребят. А для 10 первоклассников в этом году зазвенит первый в жизни звонок на урок. До главного школьного праздника осени Дня знаний остается совсем немного времени. И большинство родителей сейчас, особенно те, у кого ребенок пойдет в первый класс, озадачены вопросами, по какой программе будут учиться их дети и как правильно собрать своего ребенка к школе. В формате непринужденного общения все необходимые подсказки родителям решила отдать автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Зайцев Клаб». Ахмад Халхечев продолжит. Помимо отличия единого стандарта образования от того, который действовал до предстоящего учебного года, и как это должно повлиять к сбору ребенка в школу, педагоги от «Зайцев Клаб» и привлеченные спикеры-эксперты поведали родителям о дополнительных формах обучения. Мы хотим, чтобы люди были больше осведомлены о том, как собрать детей правильно в школу, какие новые формы образования есть, почему нужно плавать ребенку, почему некоторые дефекты речи в логопедии, как и когда нужно правильно править, какую нужно обувь одевать. Также для левшей отдельная у нас будет тема, поговорим о том, какие правильные ножницы и все прочие, ручки и прописи для левшей. Для большей продуктивности встречи организаторы на одной площадке собрали не только педагогов и преподавателей дополнительного образования, но и логопедов, ортопедов, а также тех, кто лучше всех разбирается в карандашах, ручках и тетрадях. Есть важные расходы и есть не столь важные расходы. Я после этой встречи обязательно сама сравню, как именно ручка пишет в тетради, где плотность меньше 60 и где больше 60. И если благодаря тому, что я сделаю этот опыт, я увижу разницу, конечно, я буду покупать более плотную бумагу для своего ребенка. День знаний – хоть и праздник, но крайне ответственный день в жизни каждого школьника и его родителей. Ну а чтобы первый день нового очепного года не стал настоящим экзаменом, настрой соустойчивость, необходимо подготовиться к нему правильно и заблаговременно, отмечали все спикеры площадки. Накануне вечером состоялось открытие арт-объекта, посвященного Дню государственного флага России. Перед этим на улице Первомайской любой желающий мог обзавестись аквагримом в цветах триколора, получить ленточку и посмотреть концерт. После чего оставалось лишь дождаться открытия экспозиции, отражающей важность одного из государственных символов России. Арт-объект установили напротив Республиканской филармонии и оформили в виде крыльев. Мы решили провести небольшую викторину и открыть новый арт-объект в Корчаево-Черкесской Республике. Арт-объектом будет являться крылья, символизирующие свободу и достижение нашей молодежи. Одна часть крыла будет разрисована в триколор Российской Федерации, другая часть крыла будет разрисована в триколор Карачаево-Черкесской Республики, что символизирует единство и мир Российской Федерации и нашей Республики. Со вчерашнего дня на федеральном сайте достижения.рф стартует голосование за достижения российских регионов, в том числе и Карачаево-Черкесии. Глава Республики Рашид Тимрезов призвал жителей Республики принять участие в голосовании. Он отметил, что наша Республика славится не только замечательными и талантливыми людьми, красотой природы, но и достигла успеха в самых разных сферах. За последнее десятилетие нам удалось сделать мощный и уверенный рывок в развитии промышленного сектора. Реализованы прорывные проекты в сельском хозяйстве, туризме, социальной сфере. Стали более комфортными для проживания наши населенные пункты. А количество туристов, которые стремятся посетить Республику, с каждым годом существенно растет. Безусловно, нам есть чем гордиться. Важно, чтобы о наших достижениях узнала вся страна. Призываю каждого из вас принять участие в голосовании и поддержать нашу Республику и нашу страну больших возможностей, сказал Рашид Тимрезов. Представители Совета ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии провели автомотопробег, посвященный Дню государственного флага России. Участники делегации, которую возглавил председатель Совета ветеранов территориального органа, полковник милиции в отставке Василий Попов, проехали по маршруту Черкес-Карачаевск, после чего приняли участие в торжественном митинге у Вечного огня музея памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Аджоникидзовский. «Триколор – символ нашего государства, олицетворяющий единство и независимость нашей великой страны. Пусть в сердце каждого из нас живет гордость за нашу малую и большую родину. Наша с вами цель – воспитывать молодежь в духе патриотизма, а также сохранить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей отчизны», отметил Василий Попов. Побывать в тундре, не выезжая из Карачаева-Черкесии. Чтобы узнать, насколько это реально и, конечно, показать вам этот сказочный лес и рассказать любопытные факты, связанные с этой местностью, съемочная группа «Вестей» отправилась в путь. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Вот и солнышко заглянуло в этот тенистый сказочный лес, где царит папоротник. В Гуначхирском ущелье есть загадочное место, где остаточное формирование горного рельефа образовали интересный ландшафт. В связи с последними сильными землетрясениями, особенно известные землетрясениями 1802 года, но эти камни, конечно, сверху обвалились гораздо раньше, примерно в середине 15 века. И сорвавшись вниз, эти огромные камни формировали своеобразный лабиринт, а климат здесь напоминает тундру и связан на это с особенностями этой местности. Впереди по солнцу у нас гора Буульген закрывает лучи солнца вот в это место. Особенно в зимнее время сюда даже лучик не попадает, прямой луч не попадает. То есть зенит солнца настолько низок, что гора перекрывает. Из-за сырости, недостаточного количества солнца и наличия рядом реки образовалась здесь растительность, характерная для тундры. И можно увидеть в этом лесу мох норвежский, еловидный и обыкновенный. Ступаешь по земле, ощущение, как идешь по мягкому ковру. А образовался он из густой растительности. Еще одна интересная особенность здесь. Чувствуется какой-то странный и непонятный холодок. Прохладно, да? А здесь прохладнее. Туда дальше прохладнее, прохладнее. Опять-таки разломы вечной мерзоты здесь недалеко под нами. Часть дороги по лабиринту мы уже прошли. Но чтобы преодолеть весь этот путь, местами надо идти через сквозные пещеры. На улице жарко, здесь очень даже прохладно, свежо. А чтобы подняться, тут, видите, уже нужно держаться замок, чтобы не остаться там. Какое-то царство волшебное дали. Наблюдая этот необыкновенный ландшафт, различные растения, мы продолжаем свой путь. Ведь интересно и любопытно пройти его до конца. И вот впереди еще одна пещера. Она просторнее предыдущей. Еще с советских времен Альбек Аджиев работал в бюро путешествий и экскурсии. И оказывается, раньше туристы, идущие по 43 маршруту через горы к морю, останавливались здесь на ночлег. Далее, как на перине, плюс спальники сверху. Комфорт. Да, такая романтика была. По пути в лесу нам встречались грибы, маховик, а вот и лисички. Далее направляемся за нашим гином Альбеком Аджиевым, жителем Сибирды. Без него здесь легко заблудиться. Вы местные называете это место? Я называю из-за сказочности так, Бериндеевка. Наше небольшое путешествие в сказочный лес длилось не более 15 минут. Но впечатления останутся надолго. Кто такие нелегальные участники финансового рынка и почему их деятельность опасна для потребителей? С какими последствиями могут столкнуться потребители финансовых услуг, обратившиеся к нелегалам? И как проверить благонадежность финансовой организации? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, Альбина Ламкова встретилась с заместителем начальника главного управления, начальника управления противодействия нелегальной деятельности Южного главного управления Банка России Виктории Олейник. Интервью смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.